Вот она Конституция. 24-я статья, коллеги. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лиц без лица, без его согласия не допускается. По сути, слив данных может быть осуществлен любым рядовым сотрудником МФЦ. И никто не защитит наших граждан от этого слива. По 152-й закон о персональных данных, он вообще-то запрещает прямо в статье 5-й, часть 3-я агрегирование всех данных. Ну, фактически поэтому и называется информационный концлагерь, понимаете? Уважаемый Ишла Викторович, уважаемые коллеги, сразу уточнение. Закон начинает работать с момента подписания президентом, начинается сбор информации. А только с 2006 года вы, возможно, сможете получить доступ к собранной вас информации. Второе уточнение. В Великобритании и в Англии, в любимой стране зажиточных людей Российской Федерации, аналогичный закон был принят в 2006 году. Но я думаю, что вы не будете спорить, что технологические и по многим вопросам, они сегодня несколько мощнее нас. Но через 4 года правительством было принято решение об уничтожении этого регистра в силу невозможности обеспечения доступа к информации о частной жизни, породившей утечку информации, как было написано в их постановлении, нанесение ущерба национальной безопасности. Он противоречит 646 указу президента, который как раз сформулировал то, до чего дошли англичане. О том, что комплексное агрегирование в один документ всех данных о людях в условиях невозможности обеспечения безопасности резко увеличивает возможности наших геополитических противников при получении данной информации, а в законе, вы, вероятно, не все прочитали, у нас более 30 сведений собираются, в том числе имеют доступ нотариусы, которые работают в иностранных юрисдикциях. Естественно, они будут иметь базы и самый упрощенный порядок передачи информации из регистра. Если посмотрите дальше, есть заключение государственного правового управления, которое они отправили патриарху. Вы знаете, что все религиозные конфессии возмущены числовым идентификатором. Понимаете? Напоминаю вам, что Конституционный суд Португалии, Венгрии и еще ряда стран запретили использование как регистров, так и числовых идентификаторов, которые, в принципе, ну, фактически поэтому и называются информационный концлагерь. Понимаете? Ну и кроме того, если вы посмотрите, то с какой стати ФНС выступает вообще-то главной в этой теме. У нас на самом деле все постановления, все указы, все законы вообще регистрируются в Минюсте, и у них полномочия по контролю за соблюдением, исполнением, регистрацией и отменой отмененных актов. Поэтому, в общем-то, нет ни одного аргумента, который бы вызывал нас торопиться. Тем более, если с 23-го года только можно иметь доступ, а 152-й закон о персональных данных, он вообще-то запрещает прямо в статье 5-й, часть 3-я, агрегирование всех данных. А, пожалуйста, получать можно... Спасибо, Николай Васильевич. Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич, «Справедливая Россия» подготовится лебедю Игоря Владимировича. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, сразу скажу, что озвученной встречи с руководством ФНС у фракции не было. По каким причинам, ну, разберемся позже. Позиция фракции такая, что очередное, да, возможно, благое намерение, значит, упорядочить, навести контроль, вывести из тени, из зоны комфорта многих, да, принимается в чрезвычайной спешке. 23-26 год, у нас коронавирус, у нас экономический кризис, бегом, два часа работаем, принимаем эти законы. Куда? Куда спешим? Чего-то такого случится за эти три года, да? Успеют коллеги, пусть занимаются сейчас другими вопросами, да, спасение экономики России. Поэтому в этом уже есть опасение, что не просто так это спешка. Теперь по существу, да, были примеры, вот такие легкие, да, мы заменили свидетельство о собственности, да, с бумажного на электронные, мы поменяли трудовые книжки, значит, амбулаторные карты, придите сегодня в поликлинику, вам не нужно носить амбулаторную карту с собой, потому что у каждого врача, а может быть и у каждой санитарки, войдя в компьютер, ваша история врачебная, чем она защищена, да, любой, извините, даже школьник, уже имея возможность взломать сервер поликлиники, получит ваши суперинтимные частные сведения о здоровье, жизни и так далее, о чем вы говорите с врачом. Здесь где? Где опыт? Где тестирование этой системы? Почему нужно принимать сразу на всю страну? Давайте выделим отдельную территорию, отдельную категорию граждан, покажем пример сами. Я, например, готов. Давайте депутаты всех уровней, сенаторы, судьи, прокуроры, вперед, как раньше говорили, коммунисты, вперед, давайте вот на себе три года испытывайте эту систему, да, наверняка там выявятся какие-то недоработки, откорректируем, поправим, потом будем всех остальных. Граждан насильно заставлять, что называется, вступать под колпак ФНС. И самое главное, здесь коллеги уже говорили, вот она Конституция. 24-я статья, коллеги. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лиц, без лица, без его согласия не допускается. Скажите, уважаемые юристы, да? Не это ли предполагается делать? Да, было сказано, да это, знаете, фамилия, имя, отчество, год рождения, там, да-да-да-да-да, и ничего больше тогда, зачем эта база? Тут МВД, тут ФНС, и там что, только такие вот никчемные сведения, ничего подобного, уважаемый конституционер. Извините, фракция не будет голосовать за этот поспешный законопроект. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич, но вы законодатель со стажем, более того, насколько знаю, 26 лет своей жизни отдали написанию законов и принятию этих законов. Определите понятие, пожалуйста, что такое суперинтимные сведения. Ну а что касается депутатов, как вы сказали, коммунисты вперед, у депутатов нет. Не интимной, не суперинтимной жизни, посмотрите, о нас пишут все то, что хотят, и ни за что не несут ответственность. При этом, знаете, неизвестно откуда это берется. Поэтому, когда мы говорим о таких вещах, вот вы возьмите, предлагая определение суперинтимной жизни, внесите предложение, что вы под этим понимаете, поправку в закон. Значит, почему вы опасаетесь, что та база данных, которая будет сформирована, если там будут номера там с НИЛСов и так далее, она несет опасность больше, чем сегодняшний день. Сегодняшний день, если вы видите, она вообще, ситуация настолько, извините меня, не защищает граждан, что поговорить надо, может быть, об этом. И разговор не о депутатах, а разговор как раз о наших гражданах. Вот давайте поговорим об этом. Пожалуйста, Игорь Владимирович Лебедев, фракция ЛДПР подготовится Боярскому. Сергей Михайлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, в том виде, а главное, в той спешке, в которой предлагается принять данный законопроект, фракция ЛДПР, к сожалению, поддержать не сможет. Пять основных моментов, которые нас беспокоят в этом законопроекте. Да, мы встречались с представителями ФНС, да, мы получили ответы на некоторые из этих вопросов, но, к сожалению, не на все. Как только что сказал мой коллега Нилов, первое, что нас беспокоит, это нарушение Конституции. Статья 24. Сбор и хранение и использование информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Персональные данные представляют собой информацию, которая относится к частной жизни гражданина, а значит, представляют собой объект конституционной правовой защиты, согласно статьям 23 и 24 Конституции. Второе. Нарушение закона о персональных данных. Во-первых, как уже было сказано, не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Это нарушение принципа работы с персональными данными, установленными статьей 5 Закона о персональных данных. Управление персональными данными. Раздел 8 статьи 11 Законопроекта устанавливает, что персональные данные граждан подлежат постоянному хранению. Их изъятие, в том числе по требованию гражданина, не предусмотрено. Но закон 152 персональных данных говорит о том, что гражданин вправе уточнить свои персональные данные, а также попросить их блокировки или уничтожения. Данный законопроект такого права не дает. Третье. Один супероператор базы данных ФНС. Почему ФНС? У них суперзащита, а не суперпрофессионалы? Нет. Право доступа к данному регистру будут иметь представители органов госвласти, МФЦ, избирательные комиссии, нотариус, суды, прокуратура, органы дознания и следствия, полиция, ФСБ, службы судебных приступов, ФНС. По сути, слив данных может быть осуществлен любым рядовым сотрудникам МФЦ. И никто не защитит наших граждан от этого слива. Четвертое. Данные собираются принудительно. Данные собираются в безусловном порядке, и гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Пятое. Риски единого хранения в одном месте. Очевидно, что создание единой базы граждан будет вызывать повышенный интерес любых злоумышленников. На сегодняшний день, и это вам скажет любой специалист в области IT-технологий, не существует технической возможности на 100% гарантировать безопасность какой-либо информационной системы. Третье. А, и последнее, простите. Вторым аспектом вопроса, связанного с единым местом хранения, является возможной утечки данных изнутри. Известно, что за прошлый год более 60% утечек совершается именно при помощи внутренних злоумышленников. К сожалению, данный законопроект оставляет вопросов больше, чем дает ответов. Если бы не было такой спешки... Спасибо, Игорь Владимирович. Пожалуйста, Боярский, Сергей Михайлович, фракция Единая Россия. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, здесь много раз говорилось о спешке в принятии законопроекта. Напомню, он в Государственной Думе рассматривается уже почти два года. Каждого из нас, родившегося на территории Российской Федерации, с момента рождения сопровождают документы и сведения. Первый главный документ – свидетельство о рождении. Потом медицинские страховки, паспорта заграничные, гражданские, аттестаты о среднем образовании, дипломы, водительские права. Перечислять можно сколь угодно долго. Эти сведения уже хранятся и обрабатываются в различных ведомствах, но разрозненно. Учитывая вызовы и скорость, с которой необходимо обрабатывать информацию в нынешние времена, предлагаются те изменения, которые мы здесь подробно обсуждаем. Послушайте, мы что, хотим вернуться на 15-20 лет назад, когда элементарную операцию, чтобы произвести, нужно было потратить уйму времени, нервов, обойти все инстанции за какими-то справками, выписками, давиловка, очереди. Новые технологии пришли, это все ушло в прошлое. Сайт государственных услуг, многофункциональные центры. Ко всему этому мы привыкли, нам удобно этим пользоваться. И эту работу необходимо продолжать. Теперь по поводу страхов и фобий. Мы с вами, согласитесь, подписываем, не глядя, соглашение об обработке персональных данных в коммерческих структурах, в банках. Нам никто никогда в жизни не даст кредит, даже минимальный, если мы не откроем полностью картину своей жизни. Вот там обработка и коммерциализация данных происходит. При покупке турпутевки, при медицинском обслуживании везде собираются данные. Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу. Это все нужно регулировать, об этом нужно говорить, но это предмет регулирования другого закона, а не того, который мы сегодня обсуждаем. Здесь речь идет о безопасном государственном подходе к обработке уже существующих сведений. ФНС зарекомендовала себя как локомотив развития цифровых технологий и справиться с этой задачей во исполнение поручения председателя правительства, чтобы не человек бегал и доказывал, что ему положены, например, льготы, выплаты, субсидии, а чтобы государство на опережение в том числе приходило и такие услуги предоставляло. Коллеги, не нужно бояться новых технологий. Их нужно уметь правильно использовать, грамотно, ответственно и профессионально. Уверен, так и будет. За этим будущее. Оно уже наступило. Фракция партии «Единая Россия» будет поддерживать принятие законопроекта в третьем чтении. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович. Коллеги, как и договаривались, давайте мы с вами предоставим возможность выступить Егорову Данилу Вячеславовичу, руководителю Федеральной налоговой службы. Федеральная налоговая служба является представителем правительства Российской Федерации по данному законопроекту. И было бы правильно, наверное, дать возможность в том числе и ответить на прозвучавшие вопросы в ходе выступления по мотивам. Пожалуйста, Данил Вячеславович, приподнимите, вам удобнее будет. Добрый день, Вячеслав Викторович, добрый день, уважаемые депутаты. Вы знаете, я считаю, что очень правильно поставлены вопросы. Мы на самом деле находимся фундаментально перед развилкой. С одной стороны, куда мы развиваемся, а с другой стороны, как мы обеспечиваем защиту при этом развитии. Я постараюсь до вас донести, по крайней мере, наши подходы. На самом деле, мы этим законом, скорее даже этой идеей, стали заниматься и не в 2018 году, и не в 2017 году, а еще в 2015 году. Мы, как никто другой, управляющий, наверное, одним из самых больших объемов данных, прекрасно понимаем, насколько важно иметь чистые данные, насколько важно иметь защищенные данные, для того, чтобы мы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей, которые живут в нашем государстве, оказывали максимально качественные услуги. Я не соглашусь с тем, что мы отстаем по всем параметрам от других государств в нашем технологическом развитии. Это не так, это неправда. Мы способны реализовывать очень серьезные, очень сложные информационные системы. Почему было выбрано ФНС? Потому что у нас есть очень серьезный опыт в реализации и создании разных реестров. Это и реестры малого и среднего предпринимательства, это и реестры налогоплательщиков, это и федеральная адресная система и многое-многое другое. При этом немаловажно отметить, что все это происходит на нашей инфраструктуре. Это происходит в наших центрах обработки данных, которые соответствуют тем уровням безопасности, которые нужны для реализации этого закона. О чем идет речь? Речь идет о том, что прежде чем будет запущена эта система, она будет оттестирована как Федеральной службой безопасности, так и иными службами по максимальным уровням защиты. Это принципиально важно, когда мы говорим о том, как запускаются эти системы. Но самое фундаментальное, с моей точки зрения, о чем стоит говорить и что стоит принять во внимание, это то, что прежде всего эта система не сборка данных. Поймите, эта система собирает ключи, которые позволяют в каждом ведомстве иметь актуальные и достоверные данные. Мы не собираем все данные из всех ведомств в одну точку. Нет, это фундаментально было бы на самом деле верным аргументом со стороны коллег, которые говорили, что сборка данных в одной точке – это максимальный риск. Мы это осознаем как никто другой, и поэтому у нас не один сот, и поэтому у нас распределенные системы работают, и поэтому мы ставим максимальные уровни защиты. Именно поэтому мы собираем ключи, мы собираем те 30 видов сведений из 12 органов, которые позволят нам взаимосвязанно оказывать услуги. И это очень четко прописано, как мне представляется, в целях законопроекта. О чем мы говорим? Мы говорим о достоверности и актуальности сведений. Добавьте время, пожалуйста. Прежде всего, для оказания услуг людям. Посмотрите, что было сделано, и вряд ли кто у нас отнимет это завоевание, как у государства МФЦ. Мало у какой развитой страны есть такие услуги. Вы думаете, это за счет тех фронт-офисов, которые работают? Ну, конечно, нет. Это за счет той информационной системы, которая стоит за этими фронт-офисами. Вам, я думаю, могут многие рассказать, каких сил и какой системы требовало внедрение СМЭВа информационного обмена, чтобы обеспечить эти услуги. И сегодня наши граждане этим пользуются. То, что сегодня людям выдается с детьми субсидии за счет просто обращения на портал. Вы, правда, думаете, мы еще полгода назад такие услуги люди бы сделать не смогли. Им пришлось бы с бумагами приходить и доказывать родство и так далее. Вот те бенефиты, которые мы имеем. И другая сторона – защита информации. Как я уже сказал, это только ключи, а не сама информация. Она четко описана. Второе. Мы четко соответствуем требованиям закона о персональных данных. Это также прошло юридическую экспертизу. Там нету данных ни медицинских, ни вероисповедания, ни биометрических данных. Все это неправда. Этого там нет. Поэтому, почему мы говорим, что это надо внедрять? Потому что, на самом деле, для внедрения таких информационных систем требуется время и контроль, прежде всего, со стороны парламента за тем, как мы внедряем. И что в итоге у нас получится и какие услуги мы людям сможем оказывать. Спасибо большое. Спасибо. Ставится на голосование второй вопрос нашей повестки. Проект федерального закона о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Третье чтение. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин